Подвергать риску жизни солдат во время миротворческих операций непозволительно, поэтому в них, наравне с людьми, все чаще принимают участие умные машины. Какими бывают и на что способны современные боевые роботы и летающие дроны? Привет, друзья! С вами, как всегда, Искусство войны! В последнее время в России созданию боевых роботов уделяется повышенное внимание. Эти машины могут не только сохранить жизнь солдат, но и выполнить задачи, которые не под силу человеку. В нашей стране уже существуют перспективные разработки в этой области. На всякий случай отмечу, что концепцию создания боевого робота приписывают Леонардо да Винчи, который в конце 15-го столетия создал макет механического рыцаря, способного двигать конечностями и поднимать забраво. Но, как и многие другие идеи великого Леонардо, мех Вориор на столетия опережал свое время, а потому воплотить проект в жизнь не представлялось возможным. Кроме того, можно вспомнить радиоуправляемое судно Теслы, а также стопоход Чебышеву. Концепция современных наземных роботов начала активно развиваться с началом Холодной войны. Тогда-то и появились первые интеллектуальные роботы с глазами, ушами и прочими сенсорами. И даже после распада СССР и окончания Холодной войны, военная робототехника остается одной из приоритетных отраслей науки и техники. Аналогично родам войск, современные боевые роботы делятся на три группы – наземные, летающие и плавающие. Передвигаться по земле боевые роботы могут самыми разными способами. На колесах, на гусеницах и даже на ногах. Примером колесного робота является израильский беспилотный автомобиль «Гвардиум», созданный компанией «Джиниус». Машина построена на базе четырехколесного баги, а потому может применяться не только для охраны автоколонн, но и для разведки на пересеченной местности. Куда более универсальным является военный робот «Сворц». Помимо видеокамеры с функцией ночной съемки, установить на него можно различные виды стрелкового оружия – штурмовую винтовку М16, пулемет М240 и даже гранатомет М202. Передвигается робот по земле, снегу и лужам. При этом человек-оператор может находиться на расстоянии до километра. Боевое крещение роботы «Сворц» прошли в Ираке и Афганистане. Отечественным аналогом этого робота является интересная машинка платформа «Н». Это самоходная гусенично-дистанционно управляемая платформа массой до 800 кг для размещения на ней полезной целевой нагрузки в 300 кг. На дальности видимости до 1500 метров робот способен двигаться по прямой и наклонной поверхности со скоростью до 12 км в час и преодолевать препятствия высотой и глубиной 21 см. В качестве полезной нагрузки роботизированная платформа может нести средства поражения, пулеметы до 4 гранатометов АГС-30 и ПТРК «Карнет». Кстати, на дне инноваций Минобороны РФ был представлен вариант платформы «М» в качестве носителя комплекса дистанционного наблюдения с беспилотным летательным аппаратом «Муха». Последний предназначен для ведения скрытого наблюдения за подвижными и стационарными объектами в автономном режиме. Интересным колесным вариантом является робот Арго. Отличие этого робота состоит в том, что он создан для патрулирования, нежели для ведения боя. К тому же он превосходно плавает. Вооружение этой машинки состоит из ставшего уже классикой пулемета ПКТ. И у Штатов, и у России есть специальные образцы роботов-разведчиков. Замечу, что американский робот-разведчик несколько больше русского и уступает ему в некоторых функциях, однако электронная начинка там все же будет на порядок покруче. Кстати, для управления американским роботом XM-1216, как ни странно, используется геймпад Xbox 360. Надеюсь, все желающие прошли и посмотрели сюжет о русском роботе. Говоря о сухопутных военных роботах, нельзя пройти мимо сапера. Рассказывать про сапера Mark V A1 значит отнимать ваше время. Посему пара слов о русском образце Уран-6. Боевой робот Уран представляет собой целый комплекс устройств, установленных на гусеничную платформу. Уран — это одновременно машина огневой поддержки, минный трал и пожарная машина. Такая специализация сказывается на габаритах робота. И размерами он напоминает небольшой танк. Да и весит порядка 8 тонн. В зависимости от задач, которые ставятся перед комплексом, на него может быть установлено до 5 различных тралов, а также бульдозерных отвалов. Оператор может управлять комплексом на удалении до 1000 метров. Роботизированный саперный комплекс Уран-6 в состоянии обнаружить, идентифицировать и по команде уничтожить любой взрывоопасный предмет, мощность которого не превышает 60 кг в тротиловом эквиваленте. При этом робот обеспечивает полную безопасность личного состава. Обнаруженные на местности боеприпасы Уран-6 обезвреживает, либо разрушая их физическим способом, либо приводя их в действие. Боевой комплекс Нерехта. Совместные разработки завода Дегтярева и фонда перспективных исследований. Уже в этом году Нерехта будет готов к испытаниям. На существующем сегодня опытном образце устанавливаются два пулемета калибром 7,62 и 12,7 мм. Также на настоящий момент робот может быть оснащен пулеметом Корт, танковым пулеметом Калашникова и автоматическим гранатометом. А в будущем планируется разработка нового оружия, специально для этого боевого комплекса. Ну что, теперь перейдем к самому вкусному. Боевой робот-танк Уран-9. Что же это? Бесполезная игрушка или революция? Уран-9. Гусеничное, управляемое на расстоянии боевое средство, относящееся к категории наземных боевых беспилотных аппаратов. Его масса составляет 10 тонн. В базовом варианте Уран-9 оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А-72, пулеметом калибра 7,62 и 10 управляемыми ракетами. Скорострельность пушки составляет 350-400 выстрелов в минуту. Уран-9 может выпускать противотанковые ракеты 9С-120 «Атака», 4 ракеты в базе и противовоздушные ракеты «Игла». Однако робототехническую платформу можно использовать для установки разных систем вооружений. Сенсорное оборудование соответствует требованиям современных бронетранспортеров. Есть термодатчики, лазерный дальномер, а также дневные и ночные камеры. Системы могут автоматически обнаруживать, распознавать и следить за целью. А теперь разберемся, в чем же его проблема. В действительности Уран-9 является радиоуправляемым роботом. Неизвестно, сможет ли он сам передвигаться в комплексной среде. Тайкой, как, например, лес, город, а также в пересеченной местности или даже по дорогам. Машинами Уран-9 необходимо управлять со стационарной базой, и при этом требуется видимость между роботами и контрольной базой. В этом большая разница между наземными и воздушными дронами, которыми благодаря высоте полета можно управлять на расстоянии десятков или сотен километров. Беспилотниками можно управлять и с помощью спутниковой базы, потому что нет никаких препятствий для связи. А вот внизу, на земле, спутниковую связь блокируют здания, деревья, горы, природные препятствия и даже листья на деревьях. Кроме того, для возможного контроля через спутник необходима очень быстрая передача информации, прежде всего видео, или же моментальная обработка данных. Вопрос в том, смогут ли российские военные спутники обеспечить надежную и быструю передачу такого большого объема данных. Еще один риск заключается, разумеется, в возможности прерывания связи средствами электронного боя противника. Говоря другим языком, наибольшей эффективности Уран-9 достигнет на ровных поверхностях с качественным покрытием связи. Кстати, российская армия хочет использовать робототехнические боевые системы при защите внешнего периметра баз стратегических ракетных сил. Кстати говоря, Израиль еще с 2008 года успешно использует для охраны своей границы легкий беспилотный автомобиль Гвардиум, у которого те же ограничения, что и у Урана-9. По последним сообщениям Министерства обороны, Уран-9 поступит на вооружение в 2017-2018 годах и будет также предложен иностранным инвесторам. Кстати говоря, недавно агентство «Спутник» обнародовало информацию о том, что боевые роботы были применены в Сирии. Но достоверной подтвержденной информации по этому поводу не поступало. Сообщили о гибели 70 постанцев с учетом боевых возможностей современных роботов. Ребят, что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, ваше мнение об этом в комментариях. Следующий выпуск про боевых роботов будет, скорее всего, посвящен беспилотным летательным аппаратам. До встречи, армия! Стальное вам рукопожатие!